Я приветствую вас, любленных братьев! И сестер, и наших дорогих гостей, миром Господа Иисуса Христа, мы начинаем вместе с вами богослужение молитвенное, и для того, чтобы нам начать его, мы хотим пригласить вас. Если хотите, вы вместе с нами можете склониться, и мы будем взывать о силе крови Господа Иисуса. Давайте помолимся. Если желаете, вы можете продолжать в гости наши сидеть, как вам удобно. Мы помолимся. Господь и Бог, Отец наш, мы взываем к Тебе о силе крови Иисуса, чтобы нам через Него получить благословение общения и мира. На этом богослужении молитвенном, в Твоем присутствии молимся, верую во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, возлюбленные. И сейчас мы с вами начнем прославлять Господа и хотим напомнить нашим дорогим гостям, нашим друзьям. Тема этого богослужения – это молитва в это время. Давайте мы сейчас вместе с вами взглянем на первый слайд и покажем вам, у кого Библия открыта, вы можете взглянуть. Это книга пророка Нееми, 1 глава, 3 и 4 стих. Так нам говорит Слово Божие. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стороне своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И так размышляя на этом тексте Нееми, он получил печальные новости, что те, кто не ушли в плен, они жили в большой нищете, в унижении. Заметьте, каждый из нас всегда имеет какую-то свою личную особую нужду. Иногда работа нужна лучше, или вообще работа, иногда здоровье исцеление, иногда материальная нужда, иногда финансовая нужда, иногда проблемы в семье. И каждый из нас сталкивается в жизни постоянно какими-то проблемами или нуждами. И Бог наш, Он Бог всемогущий, и Он всегда готов слышать нас, когда мы взываем к Нему, молимся, обращаемся в молитве во имя Господа Иисуса. Потому что молитва – это связущее звено между нами и Богом Отцом, когда мы приходим в Его присутствие во имя Сына Его Иисуса Христа. И когда Нееми получил такую печальную весть, текст, который мы читали здесь, он говорит нам, что он сел, заплакал и печален был несколько дней, но на этом не закончилось. И Слово говорит, и постился, и молился перед Богом Небесным. И мы знаем, что Бог услышал на самом деле молитву Нееми, и Бог послал помощь ему. Итак, на следующем слайде мы увидим еще некоторые моменты, да, в отношении горечи. Посмотрите, что Слово Божье говорит в языке Ильи. 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьмусь против ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иногда у человека очень жесткое сердце, не чувствительное голосу Духа Святого, не в состоянии искать Божьего лица. И так Господь, Он силен, чтобы в это время сделать трансплантацию в жизни, и забрать каменное сердце, и вложить сердце плотяное. Посмотрите, что корень горький может делать, да. Евреям, 12 глава, 15 стих. Слово Божье говорит нам. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возник, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие. Потому что горечь, она блокирует действия Духа Святого, действия Слова Божьего в жизни человека. Итак, в этот момент, как на этом молитвенном богослужении, мы послушаем некоторые духовные дары об этой нужде, чтобы горечь и горькие корни из наших сердец были удалены. И потом мы помолимся за вас, за ваши нужды, чтобы Господь дал вам освобождение от всякой горечи, от всякого горького корня. Давайте послушаем дар. Мы сейчас передадим дар. Один человек очень огорчен, как пастор Антонио Карлос сказал. Горечь, эти, корень, да, горький, почему корень? Потому что он сокрыт в сердце, его никто не видит. Но Бог хочет тебя освободить от этой горечи в этот день. И Бог дал видение об одной женщине. Она уже 10 лет в браке, и она постоянно с мужем ругается. И муж не хочет, чтобы она участвовала в этом богослужении. А ей подруга прислала линк, чтобы она смотрела. У нее конфликт. Она смотрит это служение, но у нее конфликт дома. И Господь говорит, удали эту горечь из твоего сердца, продолжай участвовать в богослужении. И Бог даст освобождение сердцу твоему мужу. И через короткое время, через несколько дней, он начнет смотреть вместе с тобой это богослужение. Итак, сестра, молись, уповай на Господа. Мы помолимся за это, чтобы Бог удалил всякую горечь из ваших сердец, всякие горькие корни, чтобы вы могли в состоянии участвовать в богослужениях Бога. Бог мы взываем о силе крови Иисуса. Мы знаем о трудностях. Как людям трудно иногда удалить эту горечь из сердца. Только Дух Святой, Твоей силой, Твою славу может совершить это. И мы просим, соверши это во имя Господа Иисуса, силы крови Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Да будет прославлено имя Божье, потому что Он отвечает на наши молитвы. И мы, продолжая наше изучение о молитве в это время, мы сейчас поговорим с вами о прощении. Слово Божье в Матфея 18.35 говорит. Это Господь Иисус сказал следующее. Так Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, совершившему грех его. У Господа говорит, что есть воздаяние для каждого, кто прощает брата своего, своего близкого. И Господь хочет совершать особое благословение в это время, освобождение, даруя благословение твоему сердцу, чтобы сердце твое могло прощать. И, продолжая, Господь Иисус говорит о совершенстве прощения. Посмотрите, какую интересную вещь в Луке 17.4.5 Он говорит. Господь Иисус сказал, что если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Итак, мы видим здесь благословение, когда Господь говорит, семь – это число совершенства Божьего. Прощение приносит это в жизнь всех нас, когда мы прощаем из глубины сердца. И когда мы имеем долготерпение каждое мгновение в присутствии Господа, в это время мы послушаем вместе с вами еще один духовный дар и еще одну молитву об этом благословении и прощении, чтобы Господь мог совершать это благословение в вашей жизни. Братья и сестры, Господь имеет благословение. Бог сказал о прощении. Женщина одна, которой нужно простить. Простить – это не забыть, а перестать спрашивать человека. Если вы простите людям при грешении, то и Отец ваш Небесный простит вас. Без прощения нет молитвы. И так Бог показал введение одному женщину в одну. 35 лет она хранит уже в сердце свою обиду на своих родителей, потому что они очень жестко воспитывали ее. И Господь сказал ей, «Я простил уже твоих родителей, тебе тоже нужно их простить, чтобы ты могла быть благословлена. Потому что если нет прощения, нет мира, прости родителей своих, и Господь благословит твою жизнь». Аминь. Давайте мы помолимся, чтобы эта сестра и другие, кто слышит нас, могли прощать. Говорить о прощении легко. Прощать – это сложно. Поэтому даже апостолы попросили, унос нас в веру. У нас действительно нужно иметь веру, чтобы прощать. Господь, во имя Иисуса мы молимся, посредством крови мы молимся, чтобы молитва дошла до небес. И освободи детей твоих, чтобы они могли прощать. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. И я еще должен сказать вам о прощении. Если ты простил от сердца, то уже прощу. Не нужно выходить и говорить, «Я простил, теперь все хорошо». Людям рассказывать, как ты простил. Если ты простил, Бог знает твое сердце. Он знает, что ты на самом деле простил. И благословение уже на твоей жизни. Да будет прославлено имя Господне. Так, возлюбленные, продолжая это наше изучение о молитве В это время мы сейчас с вами будем говорить о молитве исповедания. Что такое молитва исповедания? Благословение какое приходит от этого близкого общения с Богом, когда мы молимся веру к Отцу во имя Иисуса. Первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих. Мы читаем, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Неправедности. Он простит нас и освободит нас. Он очистит нас от всякой горечи, от всякого греха. Все это то, что Слово Божье показывает нам. Также в притче 28 главе 13 стихе написано, посмотрите, что Слово Божье говорит об этом, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Поэтому нужно открыть сердце свое в исповедании. сколько в жизни в твоей нет процветания, тебе нужно исповедаться, почему нет процветания духовного или процветания в том, в чем бы я ни делал. Знаешь, почему? Потому что тебе нужно обратить внимание на это слово. Что скрывается в сердце твоем? Какая-то горечь, какое-то преступление, какой-то горький корень. есть непрощение в сердце твоем? Посмотрите внимательно. «Скрывающий свои преступления не будет уметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Это драгоценно, да? Милость Божья – это драгоценно. Почему исповедание? Посмотрите, первый пункт говорит, «Исповедание разрушает преграду греха». Преграда, которая мешает иметь общение с Богом, со Словом Божьим, с молитвенной жизнью. Поэтому нужно исповедание, искреннее. Следующий пункт. Исповедание не может быть просто словами. Исповедание должно быть искреннее, от сердца. Исповедание каждого греха. Посмотрите, помните, что у каждого греха есть свое имя. Итак, нужно исповедоваться пред Господом в молитве, какой грех вы совершили. И в этом близком общении с Богом во имя Иисуса вы получите освобождение. И мир Божий наполнит ваше сердце, вашу душу, все ваше существо. Бог. Давайте мы еще послушаем еще один духовный дар об исповедании. И еще одну молитву с возложением рук, чтобы в этот момент Бог мог совершить благословение в вашей жизни через исповедание. Братья и сестры, исповедание, как уже было сказано, не может быть просто словами. Нужно действительно исповедовать не брату своему, не другу своему, а Богу, потому что исповедание, оно пред Богом. Господь показал одного мужчину, которому нужно исповедоваться пред Господом. Он молодой парень, в университет ходит, он не женат, ему нужно исповедоваться. И исповедание этого парня, и Бог хочет, чтобы другие исповедались. Он хочет быть инструментистом в церкви, хочет трудиться в работе, но ему нужно исповедоваться пред Господом грех его. Потому что исповедание, это не просто исповедание, а раскаяться, ставить свои пути, и Бог говорит, я тебе дам новую жизнь. И этот молодой человек, у него будет новая возможность, новая жизнь в присутствии Божьей, если он действительно исповедуется пред Богом, Бог восстановит благословение в твоем сердце. как пастор Антонио Кайлз уже сказал, преграда для благословения в его сердце из-за неисповедания. Грех неисповеданный, это большая трудность получать ответ на молитву. Поэтому многие аккумулируют грехи и остаются без ответа. Давайте мы помолимся сейчас. Господь, мы молимся о силе крови, исповедуя твое исповедание твоих детей, чтобы было благословение для семей, для их жизни. Совершая освобождение, мы молимся во имя Господа Иисуса через кровь Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Да будет прославлено имя Господне. И сейчас, возлюбленные, мы послушаем псалом прославления имени Господа Бога нашего. И в течение этого псалма пребывайте в молитве, молясь Отцу во имя Иисуса своими простыми словами, потому что Бог будет говорить глубоко к вашему сердцу через этот псалом. Давайте послушаем. Если хотите, можете петь, наши слова будут на экране. Таким, какой я есть, вот пред тобой я, Господь. ибо ты пролил свою искупляющую кровь за грешника. О, Спаситель, к тебе я прихожу. таков, какой я есть, не ожидая больше, чтобы жизнь моя улучшилась, на тебя я хочу уповать. О, Спаситель, к тебе я прихожу. Таким, какой я есть. Даже если я не в состоянии, ты можешь заполнить все пробелы. И все то за все мои проступки, Господь. Можешь меня простить. Я к тебе прихожу, мой Спаситель. Я знаю, что ты примешь меня таким, какой я есть. И ты сам очистишь душу мою. и покроешь меня любовью своей. О, Спаситель, к тебе я прихожу. прихожу. Я прихожу. Я прихожу. на имя Господне, на Бога нашего, потому что Он обитает среди словословий народа Своего. И сейчас мы с вами помолимся с возложением рук за дома, за семьи собранные. И вы, кто пригласили на этом богослужении, чтобы благословение Господне пришло на сердце. Ваше богословение исходит от Него. Имя Его будет прославлено в вашей жизни, в доме вашем. Помолимся. Господь и Бог, Отец, мы к тебе молимся о всех семьях, которые собраны, и о гостях приглашенных, которые присутствуют здесь, о действии Духа Твоего Святого на этом богослужении, чтобы имя Господа Иисуса Христа было прославлено. Ты Господь Бог благословляющий, и мы верим в Твое благословение. Помолимся верой во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Иисусу. И да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение и утешение Святого Духа Божьего. Да будет с вами возлюбленные братья и сестры, а также наши друзья, приглашенные с миром Господа Иисуса. Аминь. Наше богослужение подошло к концу, и мы хотим сказать для наших дорогих гостей, в Бразилии. есть телефон горячей линии для гостей, которые могут звонить по этому телефону и вам уделят внимание. Там можете звонить и вам уделят внимание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И мы хотим сказать, что будет международный молодежный семинар в следующее воскресенье, 6 сентября. Начнется он в час по полудню по бразильскому времени. Мы приглашаем всех, не только молодежь, и имя Господне будет прославлено. Мы объявляем вас. Да, мы хотим напомнить, что Монаимы могут быть открыты, церкви в Бразилии, потому что будет трансляция через спутник также, но помня о социальном дистанцировании, о предостережении. Мир Божий всем вам вратские объятия. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова